Активные и позитивные. Студотряды отметили очередную, 63-ю годовщину со дня своего образования. Сейчас в России действует более трех с половиной тысяч студенческих отрядов. В Ульяновской области только в 2021 году к движению примкнули 1300 юношей и девушек. В праздничный день они традиционно собирались вместе, чтобы обсудить проекты, которыми живут сегодня, и те, что планируют реализовать в ближайшие месяцы. Гульнара Шарипова продолжит. Пандемия не дала устроить массовое празднество. Решили встречаться небольшими группами. Первыми собрали командиров ульяновских студенческих отрядов. Сменили их комиссары, затем бойцы. Это лучшие из лучших. Основа движения студенческих отрядов в нашем регионе. Это студенческие педагогические отряды, студенческие специализированные отряды, студенческие строительные отряды, отряды проводников, сервисные отряды, строительные отряды, путинные и медицинские. То есть вот сейчас, на данный момент, у нас шесть основных направлений действенности, в которых мы, ребят, формируем студенческие отряды, агитируем в разных учебных заведениях и даем им возможность летом поработать. И не только летом. Этой зимой в активной стадии сразу два проекта. Студенческие производственные отряды работают в двух цехах Ульяновского автомобильного завода. А в Димитровграде продолжается межрегиональный трудовой проект. Это одна из шести всероссийских студенческих строек. На базе НИАРа сейчас идет строительство многоцелевого реактора на быстрых нейтронах, так называемый имбир. Так вот, в данный момент, опять-таки, с 1 февраля по 30 марта, там собрались 60 человек из разных регионов страны, в том числе 24 ульяновских студентов там сейчас работают. Летом их может стать еще больше. Набор студотряды круглогодичный. В 2022-м активные молодые люди могут попробовать свои силы на летнем этапе стройки в Димитровграде или во всероссийских проектах в области сервиса. Для самых отчаянных предлагают работу проводника или в путином отряде. Первые шесть ласточек из Ульяновска летом прошлого года работали на рыбзаводах Камчатского края. В РСО я попала на первом курсе. Я боец студенческого строительного отряда «Патриот». Моя первая цельна была в 2021 году на всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в городе Озерске. Я состою в студенческом педагогическом отряде «Хохломан» с 2019 года. На протяжении этого времени жемчужинный лагерь находится в Николаевском районе. Также в 2021 году я ездил с сервисным отрядом «Кальдоскопом» в Ялта Интурист, Республика Крым. На протяжении этого времени мне очень нравится работать с молодежью и с дружным коллективом. Дружный коллектив с радостью примут старшеклассников. Сотрудничество РСО и российского движения школьников налажено во многих регионах. Ульяновская область в их числе. Мы уже набираем команду именно школьников, активных подростков, которые тоже проявляют себя в волонтерской деятельности, благотворительной, тоже проводят какие-то мероприятия, с нами участвуют. Студентов готовых ярче и больше других вложиться в развитие самой масштабной молодежной организации страны. В праздничный день наградили грамотами регионального министерства молодежного развития. Вручили подарки, полезные даже в самых экстремальных условиях работы студотряда.